Политическое оживление. Послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства всколыхнули информационное пространство. Как это повлияет на жизни россиян и, в частности, на жителей Владимирской области, поговорим об этом социологом Дмитрием Петросяном. Дмитрий Ильич, здравствуйте. Последние годы в России называли своеобразным застоем, вспоминали брежневские времена. Означает ли события минувшей среды, что застой все-таки закончился? Ну, называли годами стабильности, а некоторые называли годами застоя. Ну, очевидно, что началось движение, связанное с проблемой 2024 года, так называемым транзитом власти. Пока основные способы транзита так и толком не обозначены, но можно сделать вывод, что действительно какие-то сдвиги сейчас будут происходить. И с этой точки зрения любое движение, оно лучше, чем застоит топтание на месте. А вот чем оно обернется, это всегда выясняется по ходу движения, потому что могут быть самые разные повороты. Как Вы считаете, не слишком ли часто берутся изменения Конституции? Ведь во многих странах это такая своеобразная священная корова. И как изменения отразятся на жизнях простых россиян? Сказать, что у нас принципиально менялись какие-то положения Конституции, я бы не сказал. Я, конечно, не специалист юриспруденции, но в принципе у нас изменения вносились, которые касались сроков полномочий депутатов Государственной Думы, президента. И существенных изменений, касающихся основ государственного строя, распределения полномочий между ветвями власти, прав человека, они у нас пока не происходили. Значит, вот сейчас президентам предложены несколько векторов, которые, в общем, довольно серьезно должны поменять сам дух Конституции, мне представляется. Значит, и первое, что здесь надо отметить, это идею выйти из-под влияния вот этой статьи, которая ставит международные договора, ратифицированные Россией выше собственного законодательства. Как это будут делать юридически, пока непонятно, потому что эта статья относится к первой главе, которая может быть изменена по самому же Конституции только к конституционным совещаниям. Поэтому, как юридически это будет оформлено, не совсем ясно. С моей точки зрения, сама идея не является положительной, потому что она ведет к определенному изоляционизму. И, скорее всего, она связана именно будет с тем, что ограничится возможность граждан искать защиту своих прав за пределами Российской Федерации, чем сейчас многие пользуются, потому что ЕСПЧ, Россия, в общем, стоит на первом месте по обращению граждан. Теперь про президентские сроки. У нас сейчас прописано не больше двух сроков подряд. Вот слово «подряд» уберут. Что, собственно, изменится? Ну, пока, обратите внимание, что пока ничего не убрали. Пока это только предложения. Притом, вот все предложения, которые по Конституции озвучены, они озвучены именно как некие направления, которые юридически никак не закреплены. Вот для этого создается комиссия. Правда, очень многие тоже, я с ними согласен, в общем, высказывают некие сомнения по поводу юридической квалификации большинства членов 75-ти, которые в эту комиссию вынесены, потому что непонятно, чем там будут заниматься. Например, такие фигуры, как Прилепин или Роднина, какое они отношение имеют к конституционному праву и к написанию именно юридически выявленных каких-то формул, которые должны быть вынесены на обсуждение. Вот, поэтому пока мы не можем говорить, уберут это или не уберут, или совсем уберут ограничение срока, или будет введено какое-то новое ограничение срока. Поэтому пока об этом говорить трудно. Если предположить. Да, ну, если предположить, что вот будет выбрано слово подряд, то, значит, это, естественно, приведет к тому, что президенты у нас персонально будут меняться чаще. Вот. Единственное, что надо смотреть, как в результате этого изменится сами полномочия президента. Потому что пока вот даже из того, что предложено Путиным, в общем, президент остается довольно мощной фигурой, которая продолжает контролировать силовой блок. А это самая главная основа его президентской власти. И про Дмитрия Медведева ему предложили пост заместителя Совета безопасности России. Означает ли это, что он уйдет из публичного пространства или все-таки еще вернется? И сможет ли и будет ли он участвовать в гонке на кандидатуру президента в 2024 году? Ну, да, здесь, конечно, с Медведевым очень интересно, потому что, ну, скажем так, что очень многие требовали долгое время его отставки, ожидали его отставки. Вот. И с одной стороны дождались ее, с другой стороны, вот те, кто там требовал не только отставки, но и, как сказать, фигурально выражаясь, крови, то есть некого, скажем, наказания, признания неэффективности, они ничего не дождались. То есть, потому что президент поблагодарил, сказал, что правительство работало хорошо и не просто отправил Медведева куда-то в небытие политическое, а на новый, пока еще не существующий пост и довольно высокий, в общем, потому что теперь интересно, как к этому относится Патрушев, секретарь Совета безопасности, потому что президент, в общем, формально его возглавлял, но всем было очевидно, что текущей работой, в общем, руководством Совета безопасности занимается именно его секретарь Патрушев. А Медведев введен не как заместитель Патрушева, а как заместитель именно президента, и президент это подчеркнул, что я возглавляю, он будет именно мой заместитель. Значит, включается некое противостояние между Патрушевым и Медведевым. Значит, как они будут выстраиваться, эти отношения, мы пока плохо себе представляем. Какими полномочиями будет наделен этот пост, тоже пока мы не знаем. И это будет интересно за этим наблюдать. Во всяком случае, очевидно, что вот, ну, можно предположить, что начинается некий забег преемников, которые с разных позиций попытаются, значит, в ближайшие годы побороться друг с другом за это место. Вот. Насколько, вот если смотреть по нынешним рейтингам доверия к Медведеву, они очень сильно уступают очень основным политическим фигурам, которые у нас есть. В общем, весь социально-экономический негатив, который был связывался именно с ним. И с этой точки зрения, насколько вот он избираем, большой вопрос. Но пройдет какое-то время, и посмотрим, мы знаем, что, в общем, самые неожиданные фигуры у нас, бывает, избираются. Хотя вот сегодня представить себе, что вот сейчас предложи гражданам за него проголосовать, если граждане за него проголосуют, то вопрос, как относиться к этим гражданам. Вот. Но позиция у него, в общем, остается внешне формально довольно влиятельной. Предлагается запретить чиновникам иметь иностранное гражданство. Это для чего? Для того, чтобы они были все-таки ближе к народу? Ну, да, это скорее такой популистский шаг, потому что очень многие, значит, вот негативно воспринимают то, что у людей есть двойное гражданство, и там детей они отправляют учиться за границу, а здесь, значит, системы образования их уже не интересуют, и вот они живут там, зарабатывают здесь. И поэтому, в общем, это в целом должно быть воспринято, наверное, общественным мнением позитивно, позитивен такой запрет. Вот. Если мы посмотрим на то, что, насколько это эффективно, то мне представляется, вот вкупе, там, скажем, с запретом кандидата в президенты, потому что, то есть кандидатам в президенты предлагается, чтобы был только тот, кто последние 25 лет проживал в России, значит, ну, многие уже расценены, вот это как непосредственно направлено против, прежде всего, Ходорковского, да, поправка. Вот. Но она, знаете, в принципе, так стоять вопрос, на самом деле, с точки зрения эффективности управления, неправильно, потому что на самом деле на руководящие посты могут быть привлечены самые разные люди. На пост президента таким образом не может быть избран человек, который, например, получал образование где-то за границей, вернулся с этим образованием, но поскольку он жил несколько лет за границей, он теперь не может претендовать. Довольно странно. Вот. Если на уровне каком-то среднем, региональном появляются люди, даже не с российским гражданством, но очень эффективные управленцы, почему в современном мире в 21 веке не использовать этот опыт? Вот. Почему, например, какие-то люди русского происхождения, которые сегодня живут за границей, не могут, например, занимать какие-то руководящие посты на территории России? Мы же приглашаем иностранных тренеров в разные виды спорта, и никто не видит в этом никакой проблемы. Вот. То есть это отбрасывает, в принципе, нас даже не в 19 век, а куда-то в век, наверное, в 16-й. Вот. Это стремление полностью изолироваться и исключить любую связь за границей, оно не совсем соответствует современным представлениям об эффективном управлении, на мой взгляд. И всё-таки вот про Горсовет. Роль предлагают закрепить в Конституции. Для чего? Чтобы губернаторы как-то больше влияли на федеральный уровень? Ну, да, вот очевидно, что в последнее время, в принципе, полномочия губернаторов, они носят довольно формальный характер, и мы видим даже на примере собственной области, что губернатору очень мало возможностей каким-то образом влиять на развитие региона. Причём это касается как и нынешнего губернатора, так и прошлого, вне зависимости от партийной принадлежности. Другие регионы, если мы посмотрим, у людей очень мало возможностей влиять на какое-то положение дел внутри отдельных регионов. Поэтому, с одной стороны, это требование времени, несколько повысить их статус, в некотором смысле даже вернуть то, что было в 90-х годах. Но это носит довольно формальный характер. С другой стороны, это влияние будет ограничено, например, тем, что теперь судьи, прокуроры будут назначаться исключительно из центра. А самое главное, что никто не отменяет возможность отправлять губернатора в отставку президенту в любой момент в силу утраты доверия. За отставкой правительства могут ли последовать отставки губернаторов, и попадёт ли наш губернатор Сипягин под этот губернатор ПАД? Да, после отставки правительства, я думаю, можно вполне ожидать отставок губернаторов, тем более, что они регулярно идут и без отставки правительства. Ну, об отставке губернатора нашего говорят едва ли не каждую неделю. Но объективно, я, честно говоря, не вижу необходимости такие отставки производить. То есть, если смотреть с точки зрения центра, да, вот, с точки зрения администрации президента, ведь отставки не просто так производятся, а с какой-то целью, да, значит, это либо в силу какой-то очень серьёзной ошибки, правонарушения преступлений, серьёзного провала губернатора это может происходить, либо в силу того, что кто-то, значит, смотрит на это место и хотел бы сам его занять, или кого-то, значит, считают более эффективным посадить на этот регион, чтобы он им управлял. Вот, причём отставка – это всегда какие-то изменения внутри, и просто так они, конечно, не происходят. Ну, если смотреть, например, по оценке со стороны населения деятельности губернатора, то она, в общем, так на том же среднем уровне, на котором была все последние, там, десятилетия, и здесь больших провалов не видно. Одна из важнейших проблем, конечно, связанная с формированием команды, здесь очень сложный идёт процесс, вот, но на самом деле, конечно, поскольку это зависит от президента, то отставка любого губернатора может произойти буквально в любой момент. Это тут совершенно понятно, моей точки зрения. И губернатор Сипягин тоже может попасть под губернатора? Как и любой другой, тем более у него, естественно, с этой точки зрения больше шансов, потому что он всё-таки губернатор не от Единой России, а от ЛДПР. Если, видимо, пока что влияния Жириновского хватает на то, чтобы удерживать своего губернатора в нашей области, то пока эту отставку произведена не будет. Значит, если каким-то образом поменяется ситуация или посчитают необходимым, значит, каким-то образом это дело поменять, оно вполне может произойти в любой момент. Но мне представляется, что на сегодняшний момент вот как-то серьёзно Сипягин, администрацию президентов не раздражает. И как нынешнее послание президента может отразиться на вопросе местного самоправления? Сейчас оно не является государственной властью, из-за этого у местного самоправления возникают конфликты с областной властью. Вот здесь каких следует ждать изменений? Следует, во-первых, местное самоуправление, оно, если формально независимо, но фактически оно зависимо в финансовом плане. Потому что это одна из главных наших проблем, что там, где живут люди, там как раз при всём нашем богатстве денег и не хватает. Бюджеты местных органов власти крайне скудны, они очень сильно зависят от региональных и федеральных. И с этой точки зрения вот это главная была проблема. И идея развивать самостоятельное местное самоуправление, она заключалась именно в том, чтобы подкреплять полномочия какими-то элементами финансовой самостоятельности. Но поскольку мы видим несколько обратный процесс, если обратить внимание на первую часть послания президента, там, где предполагается делать разнообразные выплаты, прежде всего из федерального бюджета, либо из бюджетов региональных, пока тоже специалисты не вполне ещё поняли, как это будет всё юридически оформлено и что из каких бюджетов будет финансироваться. Но очевидно, что здесь из федерального бюджета пойдут какие-то денежные выплаты. И с этой точки зрения, видимо, наверху посчитали, что вот включить местное самоуправление в вертикали, более чётко контролировать это движение денег сверху вниз, будет очень эффективно в данный момент. Может быть, сиюминутно это и так, но, в принципе, с точки зрения развития политической культуры, политической активности, демократических институтов – это шаг назад. Конфликты между местной и областной властями могут закончиться после этого? Ну, местная власть, конечно, будет в большей степени зависима от региональной. Ну, смотрите, вот когда у нас, значит, губернатор была Орлова, значит, и все представители власти относились к Единой России, то у нас видимых конфликтов не было, но, очевидно, на каком-то межличностном уровне они существовали в таком закулисном виде. Да, но они разрешались не публично. Значит, сегодня, когда у нас губернаторы, депутаты ЗАГС собрания находятся в разных политических лагерях формально, у них эти конфликты выплескиваются наружу. Но, в принципе, это и есть публично открытая политика, которая может приносить как пользу, так и вред. Значит, вред она приносит, если граждане, избиратели становятся заложниками этой борьбы, значит, и разные ветви власти мешают друг другу, разные уровни власти мешают друг другу решать какие-то проблемы, потому что, значит, они не хотят, чтобы кто-то решал, а не они решили, значит, вот так. Это мы, кстати, наблюдали в Коврове, когда вот такой некий коллапс происходил, потому что никто не мог принять никакие решения. Но иногда это может быть и полезно, как вот, например, в случае с этой проблемой левых поворотов на Пекинке, значит, в то время, когда областная власть и городская власть на перегонки бежали с тем, чтобы, значит, решить, кто же первый эту проблему решит, в результате граждане выиграли от этого конфликта. Так что, может быть, и так, и эдак. Вот, и, в принципе, это и есть нормальная политическая жизнь. Надо просто учиться договариваться и учиться работать в интересах граждан, потому что и та, и другая власть, в общем, избирается избирателями, должна защищать, перед все, их интересы. Продолжение следует...